всем привет с вами абонент лошадь сегодня погода за окном это жесть 2 градуса тепла всего лишь и очень сильный ветер кошмар просто ну в принципе у нас далеко не не прогноз по погоды по программа о породах лошадей если сегодня у нас перширон перширон это тяжеловозная порода лошадей выведена в начале 19 века на северо-западе франции в местности перш высота в холке до 175 сантиметров типичная масть серая но встречается и вороная предназначены для работ требующих особой силы и выносливости также очень широко применимы для конных прогулок из-за особенно мягкого хода эта порода выведена во франции в начале 19 века путем скрещивания восточных главным образом арабских жеребцов с местной упряжной породой тяжелого западного типа в россию перширонов стали ввозить в девятнадцатом веке першироны получили название от изобилующие роскошными пастбищами области в их воспитание перши расположены к югу от устьев реки сены они представляют нечистокровную норийскую лошадь содержа очень изменчивую примесь в восточной крови прибегнуть к такому скрещиванию заставила нужда в сильных и быстрых лошадях необходимых для почтовой гоньбы и омнибусов в области перши разводились и неметизированные тяжеловозы а также масса привозных крупных лошадей серой и вороной масти скупаемых по всей франции благодаря одинаковой масти роскошному корму и однообразному способу воспитания все эти лошади очень схожи друг с другом но все-таки совокупность перширонов есть продукт местных условий они обдуманного целесообразного разведения это порода просто сильная рослое пригодные для работы шагом и умеренной рыси словом нечто среднее между настоящей тяжеловозной и сельскохозяйственной во франции их различают по росту крупный средний и мелкий перширон самый распространенный средний в 1941 году в ссср был государственный племенной коневодческий рассадник по породе перширон размещался он в воронежской области в россии лошади перширонской породы выращиваются только в ульяновской области на октябрьском конном заводе в данный момент ситуация завода и всех его обитателей плачевные за долги лошадей продают другому заводу использовались при выведении белорусской упряжной породы также племенное значение имеют в америке где ими метизировали мелкую местную лошадь для получения каретной и сельскохозяйственной в эпоху средневековых рыцарей ценились крупные массивные лошади среди всех существующих в то время в европе тяжеловозных пород отдавалось предпочтение перширону так как эти кони могли легко выдержать вес рыцаря в доспехах и без особого труда перевозили тяжелые грузы ныне в эпоху автомобилей и других видов транспорта тяжеловозы першироны отошли на второй план тем не менее их продолжают активно разводить и использовать по всему миру об особенностях породы и ее разведения в домашних условиях слушаем далее единого мнения об истории происхождения нет одни считают что прародители перширона появились на французских землях где-то в восьмом веке нашей эры после того как была скрещена привезенная из британии северо-запад франции кобыла с арабским жеребцом другие же склонны верить что порода не такая уж и древняя и появилась только в девятнадцатом веке но тоже от скрещивания арабских скакунов с местными тяжеловозами особый особый климат провинции перш и изобилие пищи позволили сформироваться мощной но в то же время элегантной лошади гордости франции в россии всегда были в цене тяжелые лошади первый племенной перширон на ее земли попал в конце девятнадцатого века с этого времени его разведением занялся хреновский конный завод позднее за работу взялись и другие местные конные заводы наибольшего успеха достигли на октябрьском сумев сохранить чистокровность породы в то время как остальные занимались выведением новых тяжеловозных пород сегодня в прежних масштабах уже никто не разводит породу в россии поскольку дело это перешло из государственных рук в частные последний племенной производитель был завезен из франции в 1991 году в штатах перширон появился в 1839 году в 1930 после проведенной переписи в стране насчитывалось более 33 тысяч особей вторая мировая и активная механизация производства значительно сократили поголовье в 1954 году было зафиксировано минимальное количество особей перширона в сша 85 сейчас популяция постепенно восстанавливается но ей еще далеко до масштаб масштабов 30-х годов присутствие крови арабских скакунов наделяет перширонов сухостью подвижностью и грацией что абсолютно не свойственно тяжеловозным породам лошадей их круп массивный и широкий но он не выглядит грузно тем не менее мощь и сила животного прослеживается в каждой части его экстерьера першироны по сравнению с бельгийской породой тяжеловозов плохо передают свои качества при скрещивании на родине тяжеловоза разделяют разделяют на три подвида крупный средний и мелкий мелкие и средние используются для верховой езды в туризме для упряжек крупных используют по прямому назначению перемещению тяжестей наиболее популярным считается средний подвид высота в холке 155 185 сантиметров во франции 168 180 в сша 165 168 в британии длина туловища 169 сантиметров обхват груди 197 сантиметров у самки 202 у самца обхват пясти 22 и 7 сантиметров у самок 24 и 4 у самцов масть основная серая в яблоках часто встречается серая вороная реже чалая и рыжая голова небольшая с прямым профилем широким лбом уши маленькие глаза крупные немного выпуклые шея массивная мускулистая умеренной длины с красивым изгибом гриба густая пышная и длинная холка чуть приподнятая круп ровный длинный раздвоенный хвост низко посаженный густой и длинный спина короткая мускулистая хорошо поставленная грудь глубокая и широкая ноги средней длины мускулистые сильные со стандартными размерами предплечий но с короткой и крепкой пястью копыта широкие и прочные некоторые считают что першероны самые высокие кони в мире но в книге рекордов гиннеса рекорд по высоте принадлежит породе шайр английскому тяжеловозу ее представитель биг джейк попал в книгу рекордов в 2010 году с ростом в 2 метра 19 сантиметров средний рост породы 165 185 среди першеронов там же отмечен доктор ле жер 1902 года с высотой в холке 2 метра 134 сантиметра и весом 1370 тонн поэтому титул самых высоких принадлежит английской породе бытует мнение что чем массивнее и сильнее животные тем оно менее поворотливо и сообразительно о французских красавцах этого не скажешь они спокойны уравновешены терпеливы как и положено величественному животному его подвижность быстрота реакции способность самостоятельно принимать решения просто поражают достоинства и недостатки породы к положительным чертам породы можно отнести мягкий ход независимо от аллюра неприхотливость спокойный нрав и великолепный ум быструю адаптацию к любым условиям мощь выносливость высокую работоспособность хороший иммунитет есть и недостатки поздняя зрелость как и у всех тяжеловозов из-за больших габаритов сложны в управлении если не совмещать правильное питание с физической нагрузкой то они способны набрать лишний вес французским красавцам не нужны особые условия содержания природа не наделила их капризностью присущей многим чистокровным скакунам но минимум комфорта им все же необходим сегодня вы прослушали о породе першерон всем спасибо за внимание с вами была абонент лошадь пока пока и подписывайтесь на наш канал спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! ипишись на наш канал о